Давай поиграем? Классическую музыку Вот это я называю полное погружение Так, мы дошли Полная, точнее большая пещера Полная, но она пустая В принципе И что? Окей А что там птичка возле шахтера была? Я просто ее там завалила Мы с ней На, понятно, пёс должен Окей, окей, окей Что-то пёс должен сделать Не зря он такси, ты смотрит пристально Да ладно, веревку веревку перегрызла Штыком я Прохода нет Что найти в другую сторону Что за ушел Нормально Так, у нас осталось Две шмотки Не найдены Монетка и какая-то конструкция С каким-то проводами и веревочками Тебе не засыпал Точно ничего нету Ну вот Я ничего не вижу Ладно Посмотрим, покопаем Надо идти вперед Ты меня толкаешь? Ну, респект Конечно, мы поможем ему выбраться Он так доверился мне Как бы я мог просто уйти Хотя я его спас Ну ладно Так, а здесь точно Ничего нету Чё-то гавкаш Окей Я осматриваюсь в детали Поэтому молчу Чтобы Ничего не пропустить Выход к французам А там сейчас немцы будут Не поднимайся Ну, хорош Хорош Спасибо Толкай груз Мы только пришли Уже сразу Иди толкай груз Ты чё Жесткий-жесткий Парин Ладно Так, но мы ищем Сейчас Солдатский Солдатский Жетон Пока нет Нет нигде Таких мест Где бы он мог быть Давай залази пока А я спущусь по лестнице Так, а вон Прям налево к шахте 400 мая 1116 года Вакуа, Франция Ну, то же самое А ну, мол, лишь Они уже под нас Почти копнули Блин, так забавно Правда, выглядит Что-то Ты знаешь, что Он над тобой Так, опёс А он не может Да, ничего сделать Это дрель, что ли, работает Не могу понять Что-то Походу дрель Кого-то заработала Полное погружение Свои строительные работы Мы играем Под звуки дрели Потрясающе Какая А, ну Раздаточный ключ Нужен, который Находится А, вон Лежатся Последний Артефакт Все, не понимаю Даже с светом Что это такое Так-так Где-то мы пропустили Жетон Жетон может в палатке Лежать Что, неужели мы его пропустили Я вообще ничего не вижу А я, может, ночью Из немца выпасть Ну, я сейчас Про белом пробегусь Не, ничего нет Здесь вообще ничего нет А там Да мы тоже от немца Когда спасенного прошли Тоже ничего не было Я вроде во все глаза Смотрел И не закопано Ничего не было Ну, ладно Так, значит Нам надо как-то с немцем А, ну вот Пес может Как-то вроде Можешь туда Только что там И куда-то попадешь Он вниз попал А мне надо А, у меня надо Короче с той стороны Оказаться Чтобы Подняться оттуда Ну, понятно Тут ключ пес Наверное Украдет Заберет Как мне туда Пса докинуть Так, завал Окей Так, нет Ты че Ладно Пусть он там будет Он пока мне не нужен Дай бутылку Незачем Кстати, вам бутылки С вином красным Внизу А вот и жетончик Отлично Отлично Британский солдатский Жетон 1915 года Британский солдатский Жетон Претерпел Несколько изменений В начале войны С ладом Выдавали алюминиевые Диски Но из-за Огромного количества Добровольцев Производителей Грайверы Не могли угнаться За спросом на них Алюминиевые Диски Заменили на красные Жетоны Из вулканизированного Асбестового Волокна Чтобы решить Проблему Неопознанных Трупов В 1916 году Военное министерство Ввело дополнительный Диск для каждого Солдата Так Так он не может Нажать А че Подожди А я рычагом Могу эту штуку Запустить Серьезно Вот это Поворот Ладно Так Там у них уже Все Каменная кладка Все нормально Так Груз Они ждут груз Они хотят взорвать Их кладку Я понял Что здесь у нас Так здесь А ну вот Как стать Чапец там Застрял Иди сюда Иди сюда Иди сюда Иди Да 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 Иди сюда Теперь Туда Он вылезет Прямо К немцам Ну понятно От собака С красным крестом Вряд ли кто На нее Должна реагировать И что Грязи Грязи За глотку Бери ключ И тащи Вон Давай Давай Отлично Хороший Мальчик Так Они хотят взорвать Прямо Эту каменную кладку Немцев Чтобы А этот Он не обрушится Интересно Очень Забавная Ситуация Так Если так В жизни Реально Было А то Судя По всем Так И было Это Очень Забавно Сразу Повемьешь Куча Мотивирующих Всяких Мемчиков Так Что Это Так Траншейный Фонарь Складной Фонарь Который Можно Было Хранить Вещь Мешке Внутри Помещалась Свеча Которая Благодаря Конструкции Фонаря Не Гасла На Ветру Удобно Я думаю Удобненько Так И снова Крест Отлично Все Толкан Это Взрывчатка По-любому Тут Так Занык Она Прикрыли Полотном Но Понятно Что Взрывчатка И мы Сейчас Будем И 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 Приклон Бли Ладно Престакать Ребята Я в нашем месте Уходил А тут Вон Тоже Взрывчатка Мы Взрываем Этот Полностью Туннель И Понятно И Этот И Тут Будет Один Большой Туннель Да Стоять На Взрывчатке Очень Хорошая Туннель Французские офицеры гордились большими вражескими потерями Но взбешенный Эмиль отказался от награды Произошедшее он считал актом трусости И все же Эмиль с Фредди были рады Они спасли отца Анны, вырвав его из лап барона Его научный дар больше не использовался во вред людям Хороших новостей было мало О них хотелось думать подольше Но от Анны пришла страшная весть Карл был убит при попытке побега из лагеря военнопленных Узнав о его смерти, Эмиль впал в отчаяние Давно нам не показали его убийство И пяти днями ранее в лагере военнопленных Ну вот, как бы да, покажите нам А, так мне бежать надо Хоть бы сказали бы Так, стоп, надо почитать информацию Когда убегаешь, надо читать Так, пять артефактов Я просто думаю, что по дороге можем что-то найти И надо будет это собрать Военная полиция Задачей военной полиции было поддержание дисциплины Среди солдат, находившихся вне расположения своих частей В том числе во время пребывания среди гражданских Прорезения такого рода существовали практически во всех странах И выполняли схожие функции Полицейские задерживали солдат, не имевших с собой пропусков Или увольнителей, занимавшихся мародерством Или увлеченных в других проступках Например, пьянстве или неподобающим поведением Также они собирали отставших от частей бойцов Выслеживали шпионов Регулировали движения на дорогах Ловили дезертиров и мятежников Нормально так, а че у нас Забота о мертвых Познание трупов и на поле боя в госпиталях Было непростым делом Немало солдат пропало без вести Другим приходилось хоронить в братских могилах Неподалеку от линии фронта Других Для определения личности погибших используют Солдатские книжки, металлические жетоны Солдатские медальоны С основными данными о владельце Внешний вид жетонов у бойцов из разных стран отличался Далеко не все русские солдаты успевали получать медальоны Кроме того, малограмотные бойцы Часто выбрасывали из них бумагу И использовали для хранения спичек Понятно, ладно Так, бежим, бежим Опа, вот это мы исчезли Вовремя, я бы сказал В дом не хочет зайти Он зашел Блин, ладно, ладно Я как бы Стикин зашел в дом Окей Ладно, ну сейчас там нырнем сразу в подвал За нами сразу хвост Окей, окей Тут ничего нету Я к тому, что не пропустить бы ничего Так вот, а что здесь делать? Тут ничего нету Что он не увидит, что тут подвал есть Ну не надо сюда спускаться О, все ушел Хороший Так, ну здесь тоже, кстати, ничего нету Хорошо Что с музыкой-то? 9 мая 2016 года Лагерь военнопленных Франция Подожди, а если они фонарем посветят в кусты Меня увидят, нет? Так, надеюсь, я не пройду Окей Так, идем Давай налево сходим А вот что-то О, отлично Везучимы Брезент Брезент был настоящим спасением для солдата Сейчас солдаты не ставили палатки А просто заворачивались в брезент, чтобы не промокнуть Правда, дополнительное обмундирование Сковывало движение Что было весьма опасно на войне Так, там солдаты, что? Может, ударить его хотел Ладно Ну, не хотел бы Вырубить Так, ну мы обходим Обходим Он сюда смотрит Интересный такой Интересный подход Он типа разворачивается К нам подходим Так, а здесь? А, ну, подожди Судя по всему Они дальше фонарика не видят А, ну, реально отворачиваются Хорошо Так, сохранение Он вернется же Странно, я влево нажимаю И он едет вправо Немного непривычно Подожди, я точно успею Окей, успел А в смысле убит? Кто сказал, что я убит? Ну ладно, пять дней уними ранее Сейчас узнаем, что здесь произошло Это открытие... Да ладно, серьезно Так, подожди Сначала надо посмотреть, что у нас справа Не, подожди Там, Полин, вы что творите? Подождите Звук как будто мы по металлу поднимались Подому на голову спрыгнуть Так, подожди, что? Подожди, стоп Нет, нет, нет Я пытаюсь знать, где здесь Где здесь основной путь А где дополнительно Мы Подожди А, вот Давай сначала в дом зайдем Тогда Я Там что-то, судя по всему Там куда-то дальше на деревья лезем Далеко Хотя они скрытые Поэтому Может быть все-таки это Доп-задание Он резкий, блин Ладно, мы не успеваем это открыть Вообще не успеваем открыть Ладно Что могу сказать Доблоки Я им типа не пойдут проверить Что, что на дереве Серьезно Ну и что А, он подошел Теперь этот Теперь мы можем налево пробежать Три золотых яблока Такой цвет яблок С этой стороны Желтые Все, тогда вопросов нет Тогда идем в дом Очень странные ворота В таком заброшенном доме Окей, это вторая, да, надеюсь? Да, это вторая, хорошо Армейская переписка Особая открытка, которую солдат использовали Для внутриармейской переписки С ее помощью могли связаться Друг с другом Например, два брата Служившие в разных частях Если один или несколько членов семьи Были убиты О демобилизации Не могло быть и речи В некоторых случаях Погибали все мужчины В семье Вот так Что у нас дальше идет Окей Некая конструкция Вот это он вовремя зашел Только не наверх Только не наверх Только не наверх Свинтовка не близишь наверх Правильно? Так как Очень странный дом Это те 2, которые я Дерево охраняли А, ну да, слушаюсь Окей Охраняли дерево Ключ в проволоку Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Слушай, теперь уже за девять раз Ой, сломалась сразу Рышавая Так, бежим, бежим, бежим Так, тут у нас Ё-моё Ё-моё Че делать-то? О, шкура Действительно Это шкура Кузья шкура Чтобы согреться в окопе Сладат использовали любые подручные средства Шкуры животных Например, кузьи или овечи Прекрасно защищали от холода Так, окей И что мы делаем? Делаем Пугало И что? Фонарь А, мне надо сбить Обойти вы слева справа Не вариант Все, я понял О, блин, я Блин Я остановился не в том месте Ладно Там сейчас, как раз, загрузится наверх И я сразу побегу Схвачу бутылку Хотя, вряд ли мне это сразу удастся Ладно Да что, что я такой резкий Ты уже определись Ты налево или направо Крик там Ну почему? Все, так Аккуратненько С этим чуваком Надо быть осторожным Теперь На самом деле Тут такая палитра Сероватая То есть Мне кажется, что Глухая ночь Не верится, что Они там не видят тебя В паре шагов Так, что случилось? Что, они фонари включат Или что? А в чем, кстати, дальше ищем Мы ищем бумагу И какой-то ремень Так, чучело О, да ладно Серьезно Прикольно Так, подожди Британский журнал Журнал London Opinion Призывающий Граждан Великобритании Поступать На военную службу На обложке Помещен Известный Агитационный Локат с изображением Лорда Кичнера Тогдашнего Министра обороны И поборника Массовой добровольной Мобилизации Его пронзительный взгляд Казалось Преследовал британцев Повсеместно Так, ну мы пока сидим Потому что Я тут немного Время профукал Из-за артефакта И осталось Найти некий ремень Слушай, если у нас Правда все получится Мы будем возвращаться В первую миссию И сказать Не найдено Ну и вообще То, что у нас там Что у нас всего-то Артефакта По-моему пропущенных Из более чем ста Там их Сто, сто, сто пять Сто десять Где-то так Главное, что мы От второго отстали Теперь мы идем Аккуратно за этим Ставим И ждем пока он Пройдет Ага Так, ладно А тут нету ничего Нет, ничего нету Что это за Нитка от рогатки Или что-то такое Они двигаются Не, ну у них я прям Хорошо спрятан Тут как бы Какого-то не отстают Потихонечку А они идут Может из них Что-то выпадет А, это скорее всего Колокольчик И что делать Что делать Что делать Что делать Скорее всего У кого-то Колокольчик Отвалится Я так думаю Я пока не вижу Назад возвращаться Не хочу Чего-то Чего-то Чувак пародирует Овцу Вот это я понимаю Ночь Ладно Вот это интересно Так, а нету здесь Подтяжки Вероятно Сумел найти себе Хороший ремень Так И опять У нас крест Награжденный Карл Карл Я бегу Я закрыл дверь А что с ним делать Он Подстрели что ли А, Уилфред 1914 А, он поменяет Так там уже Дверь сломали Это очень хитрый план Мы поменяли жетон Типа это он Карл Убит У него, кстати, отчего Уилфред А зачем 15 сентября 1916 А, ну, чтобы Счезновая битва Продолжала бушевать На Соми Всего в ней погибнут 206 тысяч британцев Фредди доверили Новейшее оружие Оно должно было Изменить ход войны Буквально Завязшей в грязи Но барон фондорф Тоже жаждал Этой битвы Намереваясь Проявить себя 15 сентября 1916 года Флер Франция Шмус как из звездных войн Слышишь? Прям Круто Три предмета Бумажка Что типа Медальничка И еще бумага Битва на Соми Целью английской Наступательной операции Получившей название Битва на Соми Было ослабление Германских войск В районе Вердена А тянув на себя Часть сил немцев Союзники собирались Затем нанести врагу Решающий удар И прорывать его Оборону 15 сентября 1916 года В бою Впервые Были использованы Танки Изымевшихся в войсках 49 машин Типа Марк 1 На ходу Были лишь 18 Из них только А подожди Ничего себе Прям Я просто пытаюсь понять Не знаю В 1916 году 15 сентября Впервые Использовались танки Изымевшихся в войсках 49 машин Типа Марк 1 На ходу Были лишь 18 Из них только 5 Действительно Вступили в бой 5 танков 5 Битва на Соми Завершилась В конце ноября 1916 года В ней погибло 650 тысяч Немецких 420 тысяч Британских И 195 тысяч Французских Солдат Танк Марк 1 Танки Разрабатывающиеся В условиях Строгой секретности Были названы Так Танк Английская Бак Цистерна Из соображений Безопасности Чтобы открыть Вражеских шпионов Истинное назначение Этих машин В официальных документах Договорилось Лишь об устройстве Для транспортировки Воды Русским войскам Первая модель танка Названа Марк 1 Модель 1 При появлении На поле боя Оказалось Сильным Психологическое Воздействие На противника Когда боевые машины Достигли Вражеских Траншей Те уже Опустили А наконец Скоро научились Бороться с танками Используя Их слабые места Так Ну мы на танки Сейчас пойдем Это круто Еще раз Первый у нас Что у нас С бумагом Хорошо Вот этот пулемет Смотри у него Кстати Ну мы сразу О Вверх Вниз Тоже Можно Самолеты Ну Серьезно Я могу И сбивать Ну я Прикрываю Пехоту А кстати Его можно Сбить Но оно Было Все Таки Блин Я читаю Не увидел Его сразу Камера Отдалилась Слишком Быстро Я готов Легко Так Все Прочтите Или путь Вперед Так Красные Вороны Отлично Давай Я готов Повыше Встать Летят И что И где Я тут Прям По навесной Бью нормально Оба Бардерщики Бардерщики Барди в танках Так Ну Сбито Отлично Сбито Так Грязь И что Они Поплывут Ребята Вы Там Бам Блин Если Танками Сбивать Самолеты Такое Для реализма Но Тем не менее Выглядит Прикольно Так Опять Вот эти Да Против меня Красные Бароны Бабардировщики Приготовились Почему У меня Артефакты Подсветились Я Выйти Не Могу Я Вряд ли Могу Артефакты Подбирать В танке Поэтому И Плывем Дальше Так А он Уже Я вижу Подвал Подбили Так Ну давай Сбегаем Назад Назад Больше Нельзя Ити Хорошо Тогда Вперед И что Ну тут Ничего Нет Ладно Полезли А Мне Это Так Подожди Я Бумажку Я нашел Бумажку Это Главное Подожди Последнюю В смысле Последнюю Алло Алло В смысле Последнюю Где Две Первые Телеграмма Из Новой Зеландии Народился Мальчик ТЧК Брайан ТЧК Мать Сын Порядки ТЧК Скучаем ТЧК Он ТЧК Это Точка Аббревиатура Так Надо Подушить Этот Я понял Почему У нас Не Сталено Вот Что Странно Странно Потому что Он Как бы Все Сделал Правильно И Он Убежал И Точнее Где 2 артефакта Первых Алло Немцы Под Своими Оборонительными Рубежами Ну Прокопали Я Понял Так Хорошо Ладно Сейчас Типа На всякий Случай Если Вдруг Да Мы Управляем Оборону Чтобы Они Могли Прикрыть Отход А я Наверное Не смогу Бранату Закинуть Ну Как раз Смогу Нет Блин Меня Все Можи Зачаровали 2 артефакта Которые Мы Сразу Нашли Третий Так Тему Могли Найти Пропустить Первые Два Yes Лайк Так И Ну Подожди Вначале До танка Я слева Направо Прошел Все Там Не было Вообще Ничего И здесь Тоже Налево Выйти Мы Не могли Потому Что Ну Как Там Слева Ребята Меня Блочили На мосту А Вот Что Вон Там Сердечко А Вот Что-то Лежит Лайк Лайк Вот Вот Он Лежит Смотри Солдатский Жетон Анзак Солдатский Жетон Австралийского Новозеландского Военного Корпуса Анзак Были Сделаны По Братцу Британски Однако В Австралии Материалом Для их Изготовления Долго Время Остался Только Метал В 1916 Году Бойцы Анзак Так же Как Англичане Стали Получать По Два Диска Медальона Слушай Ну А вот И бумажка Все Отлично Все Ну тогда Ладно Странно Странно Почему Третья бумажка Не впереди Предмет Конкурса Военных Историй Карта Зоны Военных Действий Анзак В Халебеке Бельгии Альберт Смит Прапродедушка Победительница Конкурса Джессики Смит Воевал В 7 батальоне Анзак Австралийский Новозеландский Военный Корпус С 1915 1918 Год На карте Показаны Безопасные Опасные Маршруты Позиции Врага И ударные Точки Альберт Был ранен В плечо В этой Зоне Но Выжил Спасибо Джессике За фронтовую Историю Первой Мировой Войны Что у меня Дальше Танк Ой Дальше Танк Мы поедем Уже в следующий Раз Потому что Время 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 Что Было Интересно Смотри Плейлист Полный Прохождением Вейлен Харт Загрэйт Вардин Внизу По ссылке В описании Там же Остальные Суцфункции Если ты хочешь Подписаться Все найдешь Подпишешься Ну Как обычно Играем Отличные Игры Остальное Поиграю Как всегда Я Скоро Увидимся Дальше